Вечерний Олд Скул Мы остановились на том, что пробрались в комнату Барбары, девушки, с которой мы должны были встретиться Но кто-то здесь набедокурил Кто-то здесь все перевернул вверх дном Надо узнать, кто же это сделал Итак, начнем со стандартного осмотра Наши новые локации Несколько чистых листков бумаги и недопитый кофе А, недопитый кофе, значит Значит она была здесь в момент нападения Нет сигнала Видимо ждала меня У меня нет времени прочитать эти книги Ну, безусловно Эти книжки... Ага, кошелек Надо рассмотреть поближе Я загляну внутрь Идентификационная карточка Барбары Барбара Кински ID 87 Центральный городской архив Угу Я думаю Устал как идти Куда-то Хотя давайте посмотрим, что там О, нет Только не это Она мертва Что здесь случилось? Какой кошмар Ее убили Почему ее убили? Что такого важного она могла знать? Какой кошмар Его мех красиво блестит Кот? Что за кот? Ха-ха-ха Можно погладить кота Погладь кота Так Какой-то кот Живой, что ли? Да, живой Хвостиком помахивает Ха Лежит себе бедняга Хозяйка мертва На дне кровь Убийца, наверное, имел здесь руки Какой кошмар Не, ну то, что ее Убили Я никак не ожидал Ладно, давайте уйдем Продолжим поиск улик Остался компьютер Уж там-то должно быть что-то интересное Получить сохраненные сведения Однако их попытки были безуспешными Ха Введите пароль Ну пароль-то мы Понятно, что не знаем Вон, сколько букв может быть Хм Я думаю, где-то должны быть подсказки Если уходить сейчас нельзя Поэтому поищем улики Улики Компьютер Компьютер Кроме компьютера на столе Ничего нет Интересно Что же нам даст подсказку А сможем ли мы уйти? Вряд ли Я не могу уйти Да Да Может быть Кот нам даст ответ Нет Кота, похоже, можно только погладить На ошейнике написано Феликс Феликс Кота зовут Феликс Ха Ну-ка давайте попробуем Потому что больше ничего тут подходящего нет Поэтому А интересно по-английски или по-русски? Наверное по-английски Феликс Нет Феликс О, подошло По-английски Интересно А по-русски можно было ввести? А не перевели вообще? Вот она Вот эта папка Да Западная богемия Я нашел ее О, а вот и полиция Надо бы нам поторопиться Какие новости, Мартин? Ужасно И все становится только хуже Что там у тебя происходит? Полиция Мне нужно говорить побыстрее Так что слушайте внимательно Как только я вошел в квартиру Кто-то ударил меня по голове Я пришел в сознание только утром И я нашел Барбару в ванной Она была мертва Что? Да Отвратительно Хорошо Слушай, мы уже не можем ей помочь Так что лучше убраться оттуда побыстрее Точно Я определил местонахождение раскопок на компьютере Но получить допуск будет непросто Я что-нибудь придумаю Не теряйся и уходи из квартиры Тебя не должны обнаружить в ней Вы правы, я скоро перезвоню вам Полиция уже тут Я не хочу спускаться в пол Там полиция Ну ладно У меня нет выхода Полезу через окно Итак, мы прошли прямо сзади полиции И спокойненько уходим Главное, чтобы нас Тонет не встретил Не спросил, что мы вообще тут творим Потому что мы же тут не живем А если это узнается, вопросов будет много Я отправлюсь туда, где работала Барбара Центральный городской архив Архив Это Мартин Я весь извелся, ожидая твоего звонка Это время показалось мне вечностью Я не мог позвонить раньше С трудом ушел я в погоню И где ты сейчас? Я пошел прямо к центральному архиву, где работала Барбара Я подумал, что это лучшее в данной ситуации Хорошая мысль Ее смерть повергла меня в шок Это ужасно Но нас это не остановит Я не нашел в ее квартире то, что она собиралась мне передать Как мне теперь получить допуск на раскопки? Я же не могу просто приехать туда и нагло зайти внутрь Да уж это вряд ли Я же говорил, что раскопки охраняют военные Там найдено несколько старых мин Разрешение тебе абсолютно необходимо Но отсюда я не смогу тебе помочь Тебе нужно сообщение об открытии С ним ты пойдешь в Государственный институт охраны исторических памятников И получишь новое разрешение Это не так-то просто У меня нет данных для этого сообщения Пойди в офис Барбары Там должно быть то, что тебе нужно Может ты наткнешься и на свое разрешение Кто знает Придется тебе полагаться только на себя, Мартин Удачи Спасибо, я перезвоню, когда что-нибудь выясню Ну что ж, нам нужно попасть на раскопки И для этого нам нужно разрешение Какой-то парень тут кормит Скорее дедушка кормит голубей Пообщаемся с ним Доброе утро Доброе утро Похоже, он не слышит меня А погромче Доброе утро Вы меня слышите? Что? Оставьте меня в покое, молодой человек Можно у вас спросить? Лучше идите по своим делам Я вас не слышу Пустая трата времени Он слегка глуховат Ну ладно Пойдем по своим делам Простите, сэр Куда вы идете? У вас есть карточка? Нет Боюсь, что нет Тогда вас приглашали Нет Я имею в виду В таком случае не могу впустить вас Только работники могут входить сюда И никаких исключений Понимаю Не отойдете ли немного? Дурацкий вахтер Не пускает нас Это не то, о чем вы думаете Я пришел сюда повидать друга Мы условились о встрече У меня не записано никаких визитов А здесь у меня как? Каждая встреча должна быть внесена в лист А с кем вы собирались встретиться? С Барбарой Кински Я должен был ждать ее в офис Она даже дала мне идентификационную карточку На случай, если я приеду раньше нее Хм... Покажите-ка мне карту Она подлинная Но я не могу впустить вас Что-то вы не внушаете мне доверия И что я должен сделать? Я уже сказал вам О каждой встрече Должно быть объявлено заранее Но я не могу этого сделать В Мискинске же еще нет Таковы правила Вы можете подождать здесь Это все Я пойду дальше разгадывать кроссвор Вот как? Ух ты, ленивый Как же мне внести свою встречу в архив? Дальше-то мы пройти не можем Хм... Пойдем наружу Тот старичок должен быть как-то Связан А если Уйти Наверное не получится Нет Можно и Отойти И где мы находимся? Здание бюро О! Киоску Бродяга Сыкиоск какой-то есть С продавщицей Здесь мне ничего не нужно Может можно как-то Подделать карточку Свою фотографию заменить То есть наоборот Ух ты Черт Что это было? Ты что не знаешь что это опасно? Кидаться петардами в людей? Ну Нет не знаю Но ведь с тобой же все в порядке Да но Вот видишь Кто дал тебе эти петарды? Папочка Не обманывай Ну если честно То братик Если совсем честно То он не знает что я их взяла Хи-хи Ну-ка Отдай их мне Ха С чего бы это? Так А если я дам тебе что-нибудь взамен? Правда? А что ты дашь? Я еще не знаю Хочешь жевательную резинку? Фу Нет конечно Я хочу что-нибудь Интересное Я подумаю Только прекрати кидаться Ладно? Ладно Я немножко подожду Я знаю что я дать Вот этот шарик Красивый шарик То что нужно Как тебе цветной мраморный шарик? О Какой милый Он мне нравится Смотри какой он большой С маленькой звездочкой посередине Здорово Петарды все равно мне уже надоели Сюда редко кто заходит Я спущу их вниз в ведре А ты положи туда шарик Хорошо? Договорились Ого Он правда милый Спасибо Я побегу Покажу его братику Ну пока Пока А теперь у нас есть петаль Интересно Сразу мысль Сразу мысль кинуть их в голубей Ха-ха Это жестоко Внутри должно быть жарше Ну Защица Дай-ка спички Доброе утро Мне нужен коробок спичек Еще что-нибудь? Нет спасибо Две кроны Ну Спички Прикупили Какой-то магазинчик такой Прям совсем Захолустный О Бродяга уже поет Или играет Или играет и поет Чего надо? Оставьте меня в покое Хорошего дня Прикалываетесь Ха-ха Хороший был день Пока взрыв не разбудил меня Какого черта что это было? Просто петарда Пострелято орудовали Слишком маленькую взбучку Я задал им вчера Слушайте Мне до смерти хочется курить У вас нет сигаретки? Нет Я не курю Тогда мне с вами не о чем говорить Но ведь там табачная лавка Так может вы сходите Купите мне пачку А что я получу за это? Возможно что и ничего Но зато вы улучшите Мое настроение Не будьте скрягой Мне хоть бы одну затяжечку Ну не знаю Еще один чертов день Ну идите Своей дорогой Возможно нам что-то пригодится у него Хотя что Даже не знаю Ну пойдемте купим пачку Бродяги Если он конечно купит ее Да Пачку сигарет пожалуйста Какую вам? Не важно Что-нибудь не дороже 50 крон Вот за 45 крон Интересно сколько это в рублях Ну-ка дадим ему Вот я принес сигарету Вы мой спаситель Ого Фирменные Да вы знаток Теперь я ваш должник Если что понадобится Просто попросите Может что-нибудь потом? Ха я завсегда тута Ну что ж Может нам действительно что-нибудь Хотя может Стоп 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 Нет Азат? Я хочу в бюро заглянуть Можно туда заглянуть? Видимо нет Закрыто Возможно здесь перерыв Я приду позже Хорошо Хорошо Что если нам Да Немного Это привлечет Немного внимания Ко мне Привлечь Немного внимания Прекрасно Можете лететь отсюда Проклятые птицы Кто их только подкармливает Здравствуйте Как вы? Думаю неплохо Можно с вами поговорить? Да А почему вы так кричите? Что? Вы меня слышите? В смысле вы Меня хорошо слышите? Да Я надел слуховой аппарат И теперь слышу так же хорошо Как в молодости Что вам нужно? Вы часто сюда приходите? Ну довольно часто В хорошую погоду Меня можно встретить тут каждый день Все равно мне нечего делать Не помню Чтобы я вас раньше видел Да Мне просто нужно кое-что проверить в архивах Я тот Кто вам нужен Я могу дать вам совет Я здесь проработал вахтером целых 30 лет Когда я ушел на пенсию Мой племянник занял это место Тогда Возможно вы сможете помочь мне В чем проблема? Знаете что происходит Когда пытаешься зайти в здание? В него просто так не войти Это и есть моя проблема Ну Думаю что я смогу помочь вам Но я ничего не делаю задаром Сколько вы хотите? Да ну При чем тут деньги? Мне они не нужны Мы собрались перекинуться в картишки с друзьями Сегодня вечером А я так не люблю ходить по магазинам Ноги уже стали не те Понимаете? Пронесите мне бутылку красного вина Только хорошего Фирменного Я поищу До встречи Звучит хорошо Хм Тебе нам нужно достать бутылку вина Я даже догадываюсь У кого она может быть? Нашего бродяги Ну-ка Вон сколько у нее тут бутылок Мне от него ничего не нужно Да ты что? Как это не нужно? А бутылочка? Ну что ж такое? Вон у него бутылки стоят У него должно быть что-то Как же так? Хм Странно Ну не в нее же покупать? Ха Действительно спрашивают Я вижу вы продаете вино в коробках А в бутылках у вас есть? Все что есть На витрине Хорошо Дайте мне вот эту пожалуйста 28 крон Спасибо Ха Удивительно Купил Да дела Ну пойдемте А Это столовая вино? Не ну столовая это Столовая не подойдет же Ха А мне идея У вина из коробки Сомнительное качество Да, это как у нас в мягких пакетах Какая-то ерунда Бурда Бутылочку? Может он мне даст пустую? Точно Я заметил те бутылки от вина на подоконнике Да прекрасно было бы Будь они полными Мне нужна одна из них Что? Вам нужна пустая бутылка старого бродяги? Ха Ха Вы забавный молодой человек Выбирайте любую Я В долгу перед вами За те сигареты Ну давайте возьмем какую-нибудь Какую-то возьмешь Вот эту И сейчас мы ее перельем Я перелью вина в бутылку А вот и готово Марчное вино Прекрасно Пей на здоровье, дедуля Хотя какое здоровье Вот то вино, которое вы просили Высшего качества, как заказывали Да, это хорошее вино Я на нем не экономил Сделка есть сделка Моя очередь выполнять обещанное Возьмите мою старую идентификационную карточку Покажите ему, племяннику-вахтеру Он знает Вот так? Да Хорошо, спасибо Ну вот теперь мы можем уже войти в здание Отлично Боже мой, вы оставите меня в покое? Успокойтесь Мне сказали, что я должен дать вам это И вы все поймете Хм, дайте-ка посмотреть Ну тогда другое дело Хорошо, послушайте Идите куда хотите Но если возникнут проблемы Я буду кляска, что я вас в жизни не видел Ясно? Совершенно ясно Офис Мискинский на первом этаже Дверь номер 24 И надеюсь, вы не собираетесь проводить там весь день? Да нет Нам быстренько Туда-обратно Прошел хоть на первом Ух ты, что это? Это типа лифт Смотрите, какой классный Ты такой хоп, заскакиваешь и едешь А потом А куда он ведет наверх? Я что-то не понял Как он вообще работает? Как он, где он поворачивается? Где он? Блин, интересно 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 Ну, и как Я не знаю, как это работает Но очень интересная система Торговый автомат Дверь Встройство для считывания данных Ну вот, у нас карточка есть О, мы внутри Осмотримся Выдвижные ящики для хранения документов Целая вечность уйдет на то, чтобы рассортировать эти документы Пальто Внутри ничего нет Все карманы пусты Так Этот выйти Ничего интересного Так Туда нельзя Цветок Ха, цветок Его надо бы полить Не, ну поливать от цветочки не буду Под цветочным горшком был спрятан небольшой ключ Ага Ключик Осталось найти замочек Вот телефон сверху Ха-ха Замочек Для ключика Принтер, стол, компьютер Принтер, а что, принтер? Наверное, мы что-то распечатаем, потом отсюда заберем Нет Обыкновенный офисный принтер Да Так, стол Стол Посмотрим стол Что же на столе? Документы Это и 1983 1984 1984 И 1985 Годов Ничего интересного На данный момент А вот, кстати, и пасхалка Видите, на заднем фоне коробка Это мне о чем-то напоминает Так вот, это игра той же фирмы Черное зеркало Отличная игра Скорее всего, я ее тоже буду проходить в рубрике Только уже в рубрике Квестим с Гидеоном А в олдскуле я Все-таки после Нибиру отойду От квестов И буду квесты посвящать только той рубрике Специально сделал Блокнот Страницы пусты Целую рубрику Потому что Здесь есть следы шариковой ручки Ага Потому что очень люблю квестить Очень Надеюсь У меня найдутся поклонники квестомана Это нельзя сделать тупым карандашом Которым эта рубрика Придется по вкусу Тупым, а как нам его заточить? Как бы нам заточить наш карандашик? Значит Феликс Кот Барбары Что это? Фотка перевернута Феликс Ага Точилка Обыкновенная точилка для карандашей Она нам пригодится Сейчас прочитаем Что там на блокнотике было написано Старым способом Теперь текст можно разобрать Какие-то цифры Хм Д3 74 22 Ага Д3 74 22 Ну Видимо это код Компьютеру А нет Стоп Это же ящик есть Ящик заперт И он закрыт Конечно Но у нас есть ключ Книгу Прага И печати Печати мы берем Возможно и нам пригодятся Что ж Теперь заглянем в компьютер Изведите код Геоип Геоип Так Что там у нас было Д3 74 Д3 74 22 Что ж такое Д3 74 22 Так Нет Тихо Тихо Че он делает Че он делает Хм Д3 74 74 22 Хм Так Попробуем без тире Тоже не то Не то Что ж такое то Так Че то я не понимаю Д3 74 22 Какой мне язык щас стоит Английский Русский То есть так Д3 74 22 Нет Опять неверно Еще раз попробуем сменить язык Что такое Д3 Тихо 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 Не знаю Непонятно Не понимаю Почему что не так d3 74 22 почему код был перевернутый код перевернутый перевернутый может и код надо перевернуть блин ну это вообще-то за запаристая вещь как там было 2247 3d нет не понимаю тоже кверх ногами кверх ногами кверх ногами d3 74 22 может быть 22 74 3 нет тоже нету пытаясь переключить вроде как язык в игре но че то он не переключается а тире зачем тире тире надо ставить 74 22 просто я shift нажимаю видите уже звездочка появляется как неудачно так 2247 тире d3 2247 тире 3d нет тоже не то тяжелый пароль так еще раз что не знаю d3 тире 74 22 нет д3 74 22 все нет тоже нет шо ж такое может так 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 еще раз еще раз 2247 тире 3d нет нет не то 2274 74 74 3d нет нет блин что то я не знаю совсем ну ка код код перевернутый может пароль вот я думаю надо перевернуть может пароль вот я думаю надо перевернуть че получится ну да 2247 3d может пробел этот нужно ставить я прям даже не знаю d3 74 22 странно глупый перевернутый код пищеварен че зачем нам печать печать центрального архива печать то есть наверное потом понадобится я думаю давайте дальше кропать это пароль что ж такое 2247 3d 2247-3D Нет, не то Что такое-то? Что же это такое-то? D3 7422 Может просто 7422? Нет Нет Комбинация 2274 не подходит Что когда я нажимаю shift У меня получается вот клавиша То есть я не могу shift использовать Не получится с shift Хммм Что же, что же, что же Д3 2274 Это пробел 22 Пробел 47-3D Нет Какая же комбинация верная Да Что-то я теряюсь Теряюсь в догадках Какой же пароль Какой же пароль Какой же пароль у этой машины Даже не знаю Совсем я теряюсь в догадках Что же это может быть Что же это может быть за пароль Может еще раз посмотрим Не знаю Кот перевернутый Это явно странно То есть, ну блин Кто будет оставлять перевернутую фотку кота Это вообще Плохо это, короче И глупо И вообще зачем С другой стороны Вот у нас четкие Какой-то пароль Д3 Д3 74 22 Четкие какие-то Странные цифры Написанные на бумаге Но с другой стороны Написано на блокноте На том листке Который она оторвала Оторвала недавно Нафиг ей писать пароль Только что Компьютер-то у нее давно Здесь стоит Ну, наверное Мне так кажется И кот, блин, перевернутый Все меня смущает Кота зовут Феликс А может она не придумала Ничего другого И опять Записала кота Перевернутого Перевернутого кота Ха Ха-ха А что если Феликса Ну-ка Феликс Не подходит А если Как там Фе Феликс Ф-Е Л-И-Х А потом А если в обратную Х-И-Л-Е-Ф Да ладно Аллилуйя Я просмотрю электронную почту Барбара Я вообще не знаю Как я догадался Это интересно Из государственного института Охрана исторических памятников От Петра Недоля Возможно Человек Который послал отчет Барбаре Я напечатаю копию Ну они с паролем Намудрили Конечно Ёлки И главное Как грамотно Запутали Как грамотно Запутали Подсунули цифры Похожие на пароль Прямо рядом Только в принципе Логику Если включить Что не стал Не стал бы Она пароль Вот так вот Катать Хотя Честное слово Я бы не удивился Да Если бы не код Этот перевернутый О Ну дела Да Служна лад Конечно Разподъемник Копия отчета Подготовленного Барбарой Хорошо А это что такое Пневматический Подъемник Он доставляет Из архива документы По заданному коду А вот куда Нам код Надо отбивать Так Ну-ка Используем Как тут Можно Да Я не знаю Код У как Не знаешь А это что Вот Что-то не так Ай Нужно Активировать Потом код Тут же Применить Ладно Ничего Главное Что Разобрались Что тут Да как Система Искала Нужный документ Несколько минут Я не знаю Что Барбара Хранила В этом архиве Так приходится Ждать Еще дольше Кажется Это займет Целую вечность Круто Прямо Оттуда Система Доставляет Документы Прямо Наверх Шикарно Ничего подобного И нет В архивах Итак Че Немецкая Нибиру Документы Немецкого Нибиру Кодовое название Нибиру Совершенно секретно Секция Применение новых технологий Боевые системы Местонахождение Конштейн Нордхаузен Ответственный за исследование Офицер Мальстон Помощник исследователя Д. Рамкарт Штат научных работников 7 человек Штат военных 12 человек Описание проекта Исследование возможности Контакта внеземных существ С цивилизациями Шумеров И Майя Анализ новых металлов И сплавов Найденных на раскопках В Мексике И возможность применения Их в военных технологиях О как Ну что ж Мы узнали адрес Хо В принципе Мы узнали адрес Зачем нам печать Вот Давайте запечат Отчет Печать Теперь отчет отвечает Всем требованиям Ну Отлично И что Куда нам ее применить Нет Это мы уже читали Кодовое название Ни Би Ру Создано 15 секция Так это я уже читал Помощник Штат научных Штат Описание проекта Профессор был прав Немцы были ближе Чем кто-либо мог Себя представить Да Немцы действительно Были близко Ну вроде как все Нам надо выбираться Теперь отчет отвечает Пойдемте Ну я думаю С ним говорить не стоит Хотя давайте поговорим Не о чем говорить Да Действительно не о чем Все что надо Мы нашли Даже больше Чем надо Может позвонить Или еще чего Или в бюро А зачем нам в бюро В конце концов Перерыв закончился И бюро открыто Бюро открыто Ну что же Теперь мы пришли в бюро А я смотрю что Наше время уже Подходит к концу И скоро всем нужно Ложиться спать И мне тоже Это была вторая часть Из рубрики Олдскул Прохождение Квеста Нибиру Посланий к богов Надеюсь вам всем понравилось Подписывайтесь на канал Советуйте друзьям Ставьте лайки Комментируйте Ваша Полезная критика Будет для меня Как это ни странно Полезно А с вами был Гедеон Всем спасибо И до следующей миссии Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok